Здравствуйте, друзья! В вузах началась приемная кампания. Тысячи выпускников школ выбирают университеты, специальности, куда они хотели бы поступить. Сегодня поговорим об одной очень востребованной профессии. Это профессия преподавателя русского языка как иностранного. На нашем канале уже есть ролики о магистратуре, об аспирантуре. Если вас интересует этот уровень образования, заходите на наш канал, смотрите эти ролики, ссылки вы увидите на экране. А сейчас поговорим об уровне бакалавриата, куда может поступить выпускник школы, если он интересуется изучением разных языков и культур разных народов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как изучают русский язык иностранцы и каково это обучить их с нуля. Мы говорим по России по-русски с детства, десятилетиями учим русскую грамматику в школах и вузах и все равно многие носители русского языка делают ошибки. Что же говорить об иностранцах, которые начали изучать наш сложный русский язык, уже будучи взрослыми? И здесь студентам, школьникам, взрослым людям из зарубежных стран поможет преподаватель русского языка как иностранного. Рассмотрим пять причин, почему это может вас заинтересовать. Причина первая – востребованность. Уже много лет в российские университеты приезжают ребята из разных стран, чтобы получить российское образование. И с каждым годом таких ребят становится все больше. По национальному проекту образования к концу 2024 года количество иностранных студентов в наших российских университетах увеличится вдвое. Многие из них не знают русского языка или знают очень плохо. Чтобы получить полноценное российское образование, конечно, им надо выучить русский язык. Поэтому во многих крупных университетах есть подготовительное отделение для иностранных слушателей, целые подготовительные факультеты, где преподаватели русского языка как иностранного обучают нашему языку будущих абитуриентов. Став преподавателями РКИ, вы сможете работать в этих организациях, в этих структурах, работать в центрах обучения иностранным языкам или работать в зарубежных вузах, в зарубежных образовательных организациях. Это очень востребованная профессия. Каждый год нам приходит большое количество запросов именно на таких специалистов. Наши выпускники работают в университетах Соединенных Штатах, Китае, Европе, Азии. О российских университетах, которые готовят таких специалистов, не так много. Здесь, конечно, я хотела бы сказать и о нашем Башкирском государственном педагогическом университете, где я работаю. У нас большой опыт подготовки преподавателей русского языка как иностранного. Отличные базы практик, есть свое подготовительное отделение. Мы опорный вуз по международной волонтерской программе послы русского языка в мире. И наши лучшие студенты каждый год участвуют в зарубежных образовательных экспедициях, путешествуют и обучают русскому языку весь мир. Если вы рассматриваете эту профессию, я приглашаю присмотреться и к нашему университету. На нашем канале есть ролики о нашем педагогическом университете, или вы можете зайти на сайт нашего вуза. Причина вторая. Причина вторая. Интерес к изучению языков и культур. Конечно, самый распространенный язык в мире – английский. И, кстати, самый высокий конкурс в гуманитарных вузах на отделение английского языка. Направление, куда я вас приглашаю – английский язык и русский язык как иностранный. То есть вы получите сразу две специальности – станете преподавателем английского языка и преподавателем русского языка как иностранного. Английский язык может помочь вам. Когда вы начнете общаться со своими слушателями, вы можете его использовать как язык-посредник. Кроме двух мировых языков – английского и русского, на нашем направлении вы еще будете изучать китайский язык. Я хочу сказать, что любой урок русского языка как иностранного – это диалог культур. Происходит взаимное обогащение. Вы знакомитесь с представителями разных стран, разных народов и тоже много узнаете об их родном языке, об их родной культуре и при этом обучаете русскому языку. Причина третья – фундаментальная подготовка в области теории и практики обучения иностранным языкам. Было бы ошибкой думать, что любой носитель русского языка сможет хорошо преподавать его другим. Владение языком еще не означает хорошее обучение этому языку других людей. У нас вы получите фундаментальную подготовку в области теории и методики преподавания иностранных языков. Вы познакомитесь с современными образовательными технологиями. Получите профессиональные компетенции в области методики обучения русскому языку как иностранному. Причина четвертая – возможность обучения на бюджетных местах и местах с оплатой обучения. Напишем это так – обучение на бюджете и на коммерческих местах. У нас есть и бюджетные места, и места с оплатой обучения. Вступительные испытания для школьников. Иностранный язык, русский язык. На выбор общества знаний или математика в формате ЭГЭ. Для всех остальных те же экзамены в формате внутренних вступительных испытаний. То же касается иностранцев. На этом направлении обучаются и многие иностранные студенты. И, наконец, пятая причина, мне кажется, самая интересная. Это широкая география для вашего будущего трудоустройства. Преподаватель русского языка как иностранного нужен в любой точке мира. Иностранные граждане, которые интересуются русским языком, интересуются русской культурой, хотят читать русские книги, таких людей очень много во всем мире. Вы можете работать в университетах, школах, центрах обучения языкам в России и за рубежом. Вы можете работать индивидуально, проводить групповые занятия в реале, оффлайн или, как в последнее время это происходит с нами, онлайн. Станете хорошим специалистом и будете востребованы везде, во всем мире. Итак, дорогие друзья, выбор будущей профессии – дело очень ответственное. Я приглашаю вас присоединиться к нашему кругу преподавателей русского языка как иностранного. Подписывайтесь на наш канал СЛОК «Сообщество людей, открывающих границы». Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Или вы можете написать на почту нашей кафедры общего языкознания Башкирского государственного педагогического университета имени Мефтахидзина Акмулы. Мы обязательно ответим на все вопросы. До встречи на нашем канале. Не пропустите наши будущие ролики о высшем образовании. Да, и еще поставьте лайки, те наши слушатели, кому интересно наше направление «Русский язык как иностранный».